Привет всем! Сегодня разговор пойдет о чистой, органической и так далее косметике. Что я хотела сегодня с вами обсудить, так это косметику от RMS Beauty. Маленькие вот такие вот коробочки стеклянные с совершенно замечательными, просто практически магическими кремовыми продуктами. Если на чистоту говорить, то формула RMS Beauty для меня одна из моих самых наилюбимейших. Они действительно умеют делать кремовые продукты. У них есть очень-очень большое количество разных формул и пожирнее, и посуше. У них есть и пудра, и карандаши, и все, что хочешь. У меня лично только их кремовые продукты вот в таких вот баночках. О них сегодня я и поговорю, поделюсь с вами, какие цвета у меня есть и какая у них консистенция. Наиболее интересные эти продукты будут тем из вас, у кого сухая кожа. Именно поэтому для меня они работают отлично. Если у вас очень жирная кожа или даже средне комбинированная такая, то, скорее всего, вам эти продукты понравятся меньше. Если вы любитель кремовых продуктов, достаточно хорошо втушевывающихся в кожу, так же, как и очень натуральных луков, то тогда эта линейка, скорее всего, вам понравится и даже очень любительниц по всему миру. Аромя с бьюти полно. Многие модели, например, очень любят эту линейку. Просто потому, что именно такого рода продуктами хорошо делать но мейкоп лук. То есть лук, где у вас просто не видно макияжа на лице. Душевываются эти продукты и выглядят на коже совершенно натурально. Проблема, конечно же, в том, что если у вас жирная кожа, то у вас, скорее всего, они просто не будут хорошо держаться на лице. Тут приходится припудривать. Их пудра именно для жирной кожи. Она, к тому же, заполняет поры и хорошо фиксирует макияж. Поэтому именно их пудра к их кремовым продуктам подходит хорошо. Эти маленькие коробочки очень долго на самом деле работают. У меня была палетка. Если вы смотрите мой канал, вы знаете, что я использовала целую совершенно под ноль палетку. С цветами, которые у меня, кстати, здесь водятся. И я с большим-большим удовольствием носила эту палетку. Я ее измазала совершенно вот до самого-самого, что ни на есть донышко. И я очень советую именно эти продукты тем из вас, у кого сухая кожа и которым нравятся мысленистые текстуры. То есть те текстуры достаточно легкие, между прочим, которые, во-первых, хорошо втушевываются, во-вторых, увлажняют. Практически все продукты РМС основаны на очень-очень-очень высокого качества кокосовом масле. Кокосовое масло подходит не любой коже. У некоторых также появляется раздражение от кокосового масла, и оно просто плохо держится. Но это скорее исключение, а не правило. Большинству людей кокосовое масло совершенно не мешает. Тут еще дело в том, что у них кокосовое масло самая высшая пробы, органическая и так далее. Если вам не нравится кокосовое масло в ваших продуктах для лица, то, скорее всего, эта линейка вам не подойдет и не понравится. Но если вы с кокосовым маслом дружите, то это будет точная линейка, которая вам преподнесет много приятных сюрпризов. Носятся все эти продукты хорошо, но, конечно же, здесь дело еще и в том, что они очень грациозно снашиваются. То есть не снашиваются какими-то некрасивыми пятнами и так далее, а просто потихонечку улетучиваются с кожи, с глаз, с лица, с губ. Очень все это выглядит натурально и красиво и не дает повода мыслям о том, что нужно было бы что-то подтереть или переприпудрить или добавить чего-нибудь. У меня спокойно все это снашивается, очень мило к концу дня, да, меньше макияжа на лице. Но макияж не особенно бросается в глаза, такого рода макияж, который продают они. И мне кажется, что очень элегантно, мило и свежо это все выглядит. Кремовые текстуры, особенно для сухой кожи, это большой и огромный плюс. Почему? Потому что кремовые текстуры, во-первых, замечательно растушевываются и носятся. А во-вторых, на сухой коже пудровые текстуры очень часто скатываются, снашиваются. Такое нечто мучное, и во избежание этого именно кремовые или жидкие текстуры лучше всего выглядят на нашей сухой коже. Также на коже, которая стареет, эти текстуры выглядят отлично. Давайте поговорим о конкретных продуктах, которые здесь представлены. Во-первых, конечно же, их Uncover Up. У меня цвет 00. И здесь 5.67 граммов продукта. Достаточное, на самом деле, количество. Как вы видите, я хорошенечко приложилась здесь уже и использую с большим удовольствием. Этот продукт у них используется и как основа, и как консилер. 00 цвет для меня подходящий по тому, насколько он светил, но немножечко желтоватый. У них, кстати, чуток желтоватые основы. Хотелось бы, чтобы выбор цветов... Мне бы хотелось, чтобы они еще больше его расширили. И, может быть, разные под тона. И теплые, и попрохладнее они производили. Этот достаточно теплый подтон, наверное, подойдет большинству светлокожих, как я. Для меня чуточку желтоват. Хотелось бы, конечно же, чтобы он был немножко более розоватым. Но всем, у кого желтый подтон, он подойдет прекрасно. Я в будущем, конечно же, еще попробую... Кажется, есть еще и посветлее тот, более розоватый. Но для меня, скорее всего, слишком светлым окажется. Поэтому вот это вот примерно того тона, что мне надо, но не совсем правильного подтона. Если у вас желтоватая кожа, или вы хотите убрать некоторые красные какие-то подтона, если у вас розоцей или что-то в этом роде, то желтоватый консилер это то, что вам надо. Так что это и консилер, и основа. В зависимости от того, сколько вы этого продукта наносите, у меня он по всему лицу сегодня очень-очень тонким слоем, мне кажется, что лучше всего он наносится пальцами, но они продают кисточку специальную для этой основы. В принципе, любую густую кисточку можно использовать, и эта основа прекрасно себя ведет с кистями тоже, но наиболее натуральный эффект получается, конечно же, пальцами. Как вы видите, очень-очень здоровая кожа на вид, когда наносится подобного рода маслянистая основа. Она не чувствуется очень тяжелой на лице, просто увлажненная кожа, если вы пользуетесь уходом с маслами, примерно такое же ощущение. Далее поговорим о бронзере. У меня Buriti бронзер, который я уже использовала в палетке, и как вы видите, к этому продукту я тоже немножечко приложилась. Сегодня он, естественно, на мне. Это, наверное, вообще мой любимый кремовый бронзер, который я вообще когда-либо пробовала. Очень-очень подходящий мне цвет, и мне кажется, цвет очень универсальный. В нем даже не шиммер, а такое свечение присутствует. Настолько мелкий этот самый шиммер, который в нем есть, но этот бронзер выглядит совершенно натурально, более того, его можно наслаивать для более натурального эффекта, так же, как и для более драматического эффекта. Можно подчеркнуть скулы очень легко им. Как-то, не знаю почему, но он и бронзером, и контуром для меня работает. Настолько это универсальный цвет. Он немножечко более прохладным выглядит на коже, чем он выглядит вот в этой баночке. Здесь у нас 5.67 граммов, то же самое, что и в Uncover Up. И этот Buriti бронзер я буду, скорее всего, покупать, пока не найду что-то лучшее. Пока ничего лучше, ни в люксовом сегменте, ни в чистом, я не нашла. Это мой любимый бронзер, кремовый. У меня есть любимцы также и пудровые, но, честно говоря, кремовый бронзер, особенно для зимы, для меня это самый большой маст, более пудровыми бронзерами я люблю пользоваться летом, когда быстро хочется нанести очень небольшое количество бронзера, и чтобы еще зафиксировать основу под бронзером, поскольку я не люблю пользоваться большим количеством пудры. Но этот бронзер, он просто отличный. Я очень советую вам попробовать, наверное, от самого светлого до среднего тона кожи. Но кому угодно светлее этого тона я могу свободно советовать, просто потому, что он настолько хорошо на себя наслаивается и никогда не выглядит некрасиво, плохо или безвкусно на скулах, точнее под скулами, что, я думаю, можно очень легко приспособить количеством нанесения, то есть насколько много вы наносите, будет вам давать совершенно разный результат. Отличный продукт, здесь все продукты, честно говоря, которые я упомяну, почти все, совершенный хит. Далее у нас два люминайзера. У меня просто любовь случилась с люминайзерами от RMS. Действительно, использовала я целый Magic Luminizer в палетке, и у меня два их в настоящий момент, я еще, скорее всего, буду покупать. Magic Luminizer я купила еще раз, и это вот такой вот цвет шампань, так сказать, милый, менее блестящий, не настолько такой прямо бьющий по глазам, свечение изнутри. Можно куда угодно, можно добавлять просто по всему лицу, если вы хотите, чтобы у вас было такое вот свечение изнутри. Очень-очень милый, красивый подтон, подойдет очень большому количеству разных тонов кожи. Здесь, кстати, 4.82 грамма, и то же самое о Living Luminizer, можно сказать. Living Luminizer – это самый большой хит, и вот этот люминайзер вам даст не такое вот нежное свечение изнутри, как Magic Luminizer, но этот хайлайтер вам даст, и он немножко другой по текстуре, он вам предоставит такую влажность на скулах. Он очень мокрый, как вы видите, видите, вот разница какая. Он выглядит очень влажным, вот вы только что из бассейна выбрались, очень-очень красивый. Оба мне нравятся. Сегодня на мне Living Luminizer – это… Сейчас я просто не могу перестать носить его, он мне настолько нравится. И тот, и другой, мне кажется, можно покупать, если у вас мой тон кожи. У них есть и другие – розоватые, и более бежевые, и немножечко более бронзовые. Вы обязательно найдете то, что вам нравится в их линейке. Эти два для светлых тонов кожи просто незаменимы. Если вам хочется такого не очень явного свечения изнутри, то берите Magic Luminizer. Если вам хочется влажной кожи, то есть вида влажной кожи, берите Living Luminizer. А если вам нравится и то, и другое, берите оба. Я имею у себя в коллекции оба, и я просто для разных луков их использую. Далее у меня три цвета. Это отличный продукт. Это Lip to Cheek в разных цветах. У меня вот три разного цвета. Нейтральный, потемнее драматический и ярко-красный. Ярко-красный – этот цвет я уже покупаю не впервой, потому что я его полностью использовала из палетки. У меня только три цвета. На самом деле у них в линейке полно разных цветов. Вы точно найдете, что вам может пригодиться или понравиться. Ярко-красный цвет – это цвет Beloved. Сегодня он у меня на щеках и на губах. Очень-очень-очень легким слоем. Как вы видите, настолько яркий цвет, с очень хорошей пигментацией. И все-таки запросто можно на светлой коже его носить. И вообще все эти Lip to Cheek, то есть и для губ, и для щек, так и предусмотрен этот кремовый продукт. Я думаю, что все практически цвета на любом тоне кожи будут смотреться хорошо. Они так их подобрали. Более того, опять-таки, дозация. Этот ярчайший цвет я смогла очень легко нанести кончиками пальцев. И, как вы видите, никакого такого клоунского вида я не заимела. Эти продукты позволяют дозировать свет и наносить по чуть-чуть. И остановиться, когда вы хотите остановиться. А часто, если продукты ультрапигментированы, как эти, это очень пигментированные продукты, бывает очень тяжело найти правильную дозу. То есть наносить достаточно мало. В общем, красный цвет называется Beloved. Следующий цвет Elusive. У меня он вот в таком нейтральном цвете красноватой розы. Сухой розы, завявшей, наверное. Это замечательный нейтральный оттенок, который, опять-таки, подойдет всем и с теплым потоном, и с прохладным потоном. Мне он подходит прекрасно, очень натурально выглядит на коже. Я взяла вот такой вот темный, драматический цвет попользоваться. И он мне тоже подходит и на щеки, и на губы. Хотя он темный, драматический, вроде бы придуман для более темных тонов кожи. Он прекрасно, прекрасно смотрится на моей светлой коже, просто при нанесении очень-очень маленького количества. Этот цвет называется Diabolique, и это как бы Oxblood. Цвет вот такой вот засохшей крови. Уж неприятное описание, но именно таким образом он выглядит. В общем, вот эти вот Laptor Cheek очень универсальные продукты, и они легко пользоваться, и они прекрасно себя ведут на коже, снашиваются очень таким элегантным образом, и не создают каких-то неприятностей на коже. На моей коже они и сидят хорошо, и кожа себя чувствует прекрасно. Как вы видите, сегодня моя кожа выглядит, как будто бы я хорошо отдохнула. И последнее, о чем я вам хочу рассказать, это их тени. Мои называются Eye Polish в цвете Magnetic. И как вы знаете, это один из моих любимых тонов. Как вы сегодня на мне, это такое вот немножечко с сиреневатым подтоном темная бронза. Опять-таки можно дозировать, наносить. Все это прелестно смотрится на глазах, но, конечно, это, наверное, самый слабый продукт, о которых я вам рассказала. Все остальные просто на 100% рекомендую. Этот продукт мне лично нравится, но он немножечко скатывается на глазах. Как вы видите, вот сегодня на мне, немножечко-немножечко скатывается в складки века, поскольку все-таки базируется их формула на маслах. Если у вас не очень сухие веки, то, скорее всего, на вас тоже он будет немножечко скатываться. Но многим нравится такой вот немножечко гранжевый лук, но не всем. Поэтому я рекомендую вот эти вот тени, действительно, как хорошие натуральные тени, но с тем кавиатом, так скажем, что они могут снашиваться немножечко быстрее, чем все остальные продукты с лица. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть, какие у меня продукты от РМС и что я не думаю. Я на 100% рекомендую РМС, это действительно хороший бренд, и мне он понравился чрезвычайно. Я далее буду покупать от них обязательно. И как бы два пальчика вверх. Идите, посмотрите на их леб-сайте, что у них вообще в линейке есть. Это все на сегодня. Надеюсь, вам было весело послушать меня. Расскажите мне, какие вы продукты от РМС пробовали и понравились ли они вам. Удачи, хорошего настроения. Всем пока.